Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 638. События дня. Евангелие от Луки, 21 глава, 8 стих. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говорят, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их за 11 сентября 17 года. Николай Соколов. Игнатий Тихонович, добрый вечер. Смотрю ваш канал почти три года. Спаси Христос вас и вашу общину. Сегодня смотрел по поводу школы ролик и хотел бы присоединиться к вашим скорбям, так как и у нас в сельской местности дают всех учителей и сокращают школы. А начали с того, что лишили льгот на ЖКХ сельских учителей, у них и так зарплаты маленькие. Игнатий Тихонович, благодарю вас за ваши духовные стихи. Они для меня стали чем-то вроде чтения дня. Удобно ли вам в потеряевском лимите интернета времени отвечать на вопрос? Если нет, то можно по приезде в город. Сам вопрос, как объяснить ребенку, что такое благословение и проклятие Божие родительское. В некотором смысле, мне как кажется, это не совсем ясно на уровне смыслового понимания. И для взрослого человека спаси вас, Христос. Отвечаю, в гугле это на слово благословение. Выходит общее значение и от отца, и от матери в разных традициях. Благословение, защита от неприятностей. И чтобы все было хорошо по-божески. События местные наши. Ну то, что в воскресенье приехал к нам из Украины Игнатов Сергей Егорович. Он ровно на 30 лет моложе меня. Ну и он слез на подстепном, с поезда, который вообще-то не останавливается. И не позвонил, хотя я ему дал 13 наших телефонов. Решил идти по карте и пошел на 180 градусов в другую сторону. И двое с половиной суток блуждал по полям, ночевал где-то в палатке с собой. Ну он говорит, я турист, мне это познакомиться не мешало с полями с вашими. Ну он был, вчера мы шкурили кленовые столбушки для ограды. Потом он ушел помогать Роману Малышу. А мы приготовили лопаты и пошли освобождать от растительности, что пройти нельзя от лебеды. Это дамбы, не дамбы, можно сказать, а плотины. Ну, вчера одну кое-как освободили, рубили, рубили. Лебеда толще пальцев большого. Вот этот целый день у нас ушел на это. Ну и показать наши ресурсы, кто не знает. Мой мир очень люблю. И вот я тут в шапке. Тут можно переписываться. Добавлено. Андреич, это тут Александров. Смотреть. Это непонятно как-то система такая. Ну наш форум православный 1600 тем здесь подробно и много. Ну и видеоканал. Оставляю сейчас по пять роликов. Мы заняты целыми днями. Большого разнообразия нет в роликах. Ну вот умейте наступать. Вот. Посмотрю, как я закрываю школу. У нас 1133 просмотра за один день. То есть, коснулась эта тема многих. Ну что сделаешь? Времена такие настали. Мы во свете Библии православный библейский сайт. Ну тут самое главное. Считаю 4124 ответа по вопросам. Девятое – это война. О войне. Вот посмотрим сейчас, что про войну. Вопросы мне задавали, когда я был за кафедрой. Вопрос 2709. Верите ли вы, что будет мир во всем мире? Такой лозунг всегда висел на нашем доме. Ответ. У нас есть Библия, и из нее я узнаю, что войны всегда были, они и есть, как Божие наказание за грехи. Так как грешить люди не перестают, то получается, что друг нам не мир, а война. Война – Божие наказание. Война – какое ужасное слово. О, какое ужасное дело. Но ужаснее всего то, что войны всегда были, есть и, вероятно, будут, пока существует грешный род человеческий. Я простыл после бани березового соку, выпил холодного, и вчера совсем разговаривать не мог. Так что прошу, сами считайте. Я буду притормаживать. Ух. Ух... Ух. Продолжение следует... 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 Не оказаться... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть... Продолжение следует... Продолжение следует...